А что такое правильные поступки? Вероятнее всего, в основе этих поступков, смотрите, слово «правильные», да? В основе этих поступков лежат что? Правила, да? То есть, и так говорить, правильные, то есть, в соответствии с правилами. Если правила известны, это хорошо, а если правила неизвестны, то это плохо. И откуда же берутся эти правила? И вот здесь нам нужно сделать небольшое с вами отступление, для того, чтобы понять природу происхождения правил. То есть, на земле откуда-то произошли правила, да? Да? Слово-то какое ужасное. Правила, да? Но на самом деле, люди, которые это все создавали, они были далеко не дураками, а я бы сказал, что они были гениальными. И как все уставы, вооруженные в силу, написаны кровью, так и правила все прописаны кровью. То есть, в основе всех правил лежит кровь человечества. То есть, в человечестве достаточно длинный промежуток времени жило без правил. Накапливая опыт антропологический правил. Что такое хорошо и что такое плохо, да? Когда всем хорошо и когда всем плохо. Когда одному хорошо, а всем плохо. Когда всем плохо, а одному хорошо. Или когда всем хорошо, но одному плохо только вашему бедному еврею, да? То есть все эти правила написаны кровью. То есть была такая ситуация когда-то у меня, и один старый комарист сказал мне, что некий подход, он выглядит вот так, что у меня не лучшая школа фиктования, она лучшая для меня лично. Я не лучше тебя, я удачливее. Чем ты. И добавил, что кто эти правила нарушает, тот кровь проливает. То есть там люди считают, что удача это лучшее оправдание своей результативности. То есть он знает, почему он добивается результата, но никому об этом не говорит. Он говорит, что это просто факт. Что это просто фортуна. То есть тем самым он не ставит себя выше других людей. И просто мне повезло. Ну мне больше, чем тебе повезло. А это типа не моя воля, а воля всенышленного. Не от меня зависящая. Понимаете? И вы помните, вот в слове «правило» лежит слово «правда». Если взять корни слов, то у правил есть правда. И мы с вами говорим о том, что по сути своей жить по правилам – это не значит жить без результата. Правила как раз и создают условия для достижения результата. И они должны быть такими правилами, чтобы они именно эти условия и создавали. Вот если вы увидите любое криминальное сообщество, русское, итальянское, любое, везде есть правила. То есть в криминале без правил люди не живут. Без понятий, без правил, без кодекса чести. Вот когда я все время, меня спрашивали, что такое человек чести, да? Это человек, для кого правда не абстрактная категория. То есть человек чести – это человек, для которого правда не абстрактная категория. Потому что для подавляющих числа людей, правда – это некая абстрактная категория. Некая абстракция. То есть по сути, человек живет в некой абстракции. У него своя правда. То есть они, как говорят, у каждого правда своя. Если у каждого правда своя, значит нет правила. Значит игра без правил. А если игра без правил, значит все можно. А если все можно, это война. А если это война, то стоп бизнес. Стоп зарабатывание денег. То есть без правил деньги и не зарабатываются. То есть это война. Когда начинается игра без правил, начинается война. И каждый раз, когда вы утром просыпаетесь, вам нужно вспоминать, по каким правилам живете вы. Спасибо. 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 Продолжение следует...